Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами на повестке дня черная икра. Я сначала хотела купить килограмм, и чтобы было такое название, килограмм черной икры за раз. Потом я обратила внимание на цену и поняла, что очень дороговато выходит, поэтому решила забыть эту идею. Если честно, я икру не ела уже, наверное, года 4 точно. И хорошо, что у меня есть ютуб-канал. У меня есть повод купить себе что-то вот такое вот вкусное и сидеть есть на камеру. Спасибо вам! Также я, значит, приготовила себе чаечек. Сейчас 10, нет, 11 уже утра. Я снимаю для вас новое видео. И буду отвечать на интересные вопросы, которые вы мне задаете в инстаграм. Ты себя чувствуешь популярной? Ответь мне, пожалуйста, умоляю тебя. Интересный вопрос. Я, если честно, не могу сказать, что я прям чувствую себя популярной, да и не хочется мне этого. То есть я хочу спокойно жить, и мои подписчики в основном из России, из Украины, из Азербайджана меня смотрят не так уж уж много народу. Поэтому давайте попробуем. Ест икру ложками. Вот это про меня. Вот это я вам скажу, да. Я не чувствую себя популярной, не могу сказать, что на каждом шагу меня прям узнают, все подходят фотографироваться. Почему-то всегда ко мне подходят фотографироваться, когда мы вдвоем с Фати. Когда Фати одна идет в какой-то мол, к ней никто не подходит. Или я одна. Когда мы вместе, все начинается. Итак, давайте приступим. Реально очень вкусно. Даже, знаете, не настолько вкусно, а вот, знаете, осознание того, что, блин, это очень дорого. Это крутая вещь. И сразу становится вкусно. Вот, вернемся к вопросу. Я не могу сказать, что я прям чувствую, что у меня 42 тысячи подписчиков. Везде мне не дают прохода, мне тяжело. Такого абсолютно нету. Я живу обычной жизнью, так же, как жила и раньше. Сказать, что я прям мечтаю о том, чтобы мне не давали проходу, нет. Все льется на меня. Сделаем, опля. Вот так вот. Здесь я приготовила салатик. Двигаемся дальше. Ты вообще когда-нибудь общалась с парнями? Как ваша семья к этому относится? У вас, мне кажется, немножко неправильное представление о Кавказе вообще в целом. То есть, если вы думаете, что здесь парень с девушкой видят друг друга только на свадьбе, это неправда. Все с друг другом общаются, встречаются и в конце женятся. Мои родители не относятся плохо к тому, что у меня, например, будет молодой человек. Наоборот, они рады, если моя личная жизнь сложится. Но я не горю желанием прям создать семью и так далее. Мне и так хорошо. Идите, черную икру ложками кушаю. Вкусно. Ольга, передай привет, пожалуйста, Ассоль. Ассоль, огромный привет. Следующий вопрос. Любишь ли ты охотиться за трендами? Абсолютно нет. Может быть, вещь очень модная, но мне она не нравится. Просто из-за того, что она модная, и все так одеваются, и я не буду так одеваться. Какие книги ты любишь читать? В последнее время я вообще не люблю читать. Я зависаю только в Ютубе, я даже телевизор не смотрю толком. И то, что толком, я вообще не включаю. Телевизор тратит очень много нашего времени. Поэтому я предпочитаю его вообще не смотреть. Следующий вопрос. Ты знаешь азербайджанский язык? Конечно, знаю. Я работаю. Как я это все буду делать, если я не буду знать азербайджанский язык? Смогла бы дружить с подписчицей? Конечно же, да. Почему бы нет? Мне просто, если честно, не нравится, когда я начинаю дружить с какой-то своей подписчицей. Мы буквально, не знаю, пообщались там 2-3 дня, и сразу она меня просит прорекламировать ее. Не знаю, у меня такое ощущение сразу, как будто мною пользуются. Потому что много раз было такое, что мои знакомые просто так просили там что-то сделать. Ну, хотя у меня не настолько большая аудитория, но все равно. А потом, как-то, знаете, забивали на меня. Поэтому, когда у тебя уже есть какая-то аудитория, ты сомневаешься в каждом. Действительно ли этот человек просто хочет с тобой дружить, потому что ему ты нравишься, или же у него есть какие-то свои корыстные цели. В этом плане это очень большой минус, мне кажется, вообще блогинга. Дальше. Как ты хочешь провести старость? Передай привет. Вы когда просите передать привет, обязательно пишите свое имя. Для меня идеальная старость. Это я где-то в деревне. То есть на старости лет я хочу переехать в деревню. Может, я сейчас так считаю, и когда я буду уже старая, и мне будет это неинтересно. Но старость я подразумеваю не 50 лет. 65-70. Чтобы у меня уже были внуки, они приезжали ко мне на лето. Это у меня такое классическое видение старости. Так скажем. Познакомилась ли ты по интернету с парнем? Нет. Если парень знакомится со мной по интернету, но в любой соцсети, значит, он пишет много кому. Я считаю, что нужно знакомиться на работе. Или, например, в универе. Или на каких-то курсах. Вот как можно чисто по фотографии решить, что это твой человек и нужно знакомиться. Выпьем чаёк. Ох! Вкусно-то как было. Тяжело каждый день выпускать видео. На самом деле, очень тяжело. Даже в день-два видео. Потому что, если даже у тебя есть свободное время, то есть твой организм не резиновый. Ты не можешь есть очень много. Поэтому чисто физически сложно на самом деле. Но мне очень хочется оправдывать ваши ожидания. Я не хочу терять ту аудиторию, которая у меня есть. Я стараюсь как можно больше контента делать для вас. Это видео получится, наверное, очень-очень коротким. Но, несмотря на это, я надеюсь, что оно вам понравится. А на этом, я думаю, всё. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эмили. Желаю вам приятного аппетита. Удачного дня. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!